Всем привет! Я все-таки решилась на видео о всех моих наборах, о моих запасах. Сейчас открыла коробки, все-все вытащила. И теперь мне нужно все это разобрать по производителям. Я заодно сделаю перепись, какого производителя, сколько у меня наборов. Здесь, конечно же, не будет каких-то схем. Схемы Custom Crafts, Mirabilia, Lavender and Lace, они сюда не войдут. Я могу сделать отдельное видео. Скорее всего, сделаю отдельное видео именно по схемам. А в это видео, может быть, и будет два, у меня будут наборы именно по производителям. Давно хотела это сделать, но это, знаете, такая работа непростая. Все-все-все, все коробки открыть, все вытащить. Но вот сегодня решилась, поэтому сейчас приступаю к разбору и потом начнем смотреть наборчики. Итак, начнем. Начнем с наборов Dimensions Gold Collection. Показывать их сложно, потому что бликуют без света плохо, а со светом блики. Ну, буду стараться показывать, вот как получается. Принесла с собой сразу коробку. Первое, что вытащила, это Душа Розы. Великолепнейшая, шикарная разработка. Как только увидела в отшиве, конечно же, сразу побежала покупать. Я очень впечатлительная. И особенно отшивы, когда я вижу, устоять просто невозможно. Ну, и в какой-то момент вроде бы говорили, что ее снимут с производства. Не знаю, сняли, не сняли. Есть она в продаже, но вроде бы встречается. Я купила и этому очень рада. Пусть полежит когда-нибудь своего часа. Она обязательно дождется. Размер работы здесь 27,9 на 46 сантиметров. Достаточно большая работа. Вышивается она на Аиде 18 каунта. И вот такие вот яркие ниточки. Есть и золотая ниточка металлик где-то внутри должна быть. А вот видна. Немножко пучечек видно. Ниточки яркие. Я этот набор еще не открывала. Вот так лежит и ждет. Дальше. Дальше. Хочу показать вам вот такой набор. Такие блики сильные. Вот так. Это в ее саду. Тоже очень известная разработка. Конечно же тоже видела отшивы, когда показывают особенно макрофотографии, цветы. Этот платок шикарный, букет с французскими узелками. Невозможно. Невозможно не влюбиться. Тоже как-то долго думала, но все-таки приобрела. Размер работы будет 28 на 41 сантиметр. Ну практически одинаковый размер. Чуть-чуть по миллиметрам получится больше, чем душа розы. С обратной стороны вот так. Много ниток внутри. Прям вот такой набитый очень пакет. Здесь у нас Аида тоже 18 каунта. Красивые ниточки. Мы здесь видим больше такие нежные. Все цвета присутствуют практически. Нежные, темные. Внутри много очень ниток. Это из покупок на 1, 2, 3 стич. Я там делала оптовую закупку. Покупала очень много наборов. Как-то так попала на скидки и на хорошие цены. В общем закупилась. Вообще в моей коллекции Dimensions очень много присутствует девчонок женского образа. Но почему-то они у меня не вышиваются. Вот как-то надо организоваться, открыть, наверное, сделать первые крестики, первый набор, чтобы подтянулись подобные сюжеты. Почему-то покупаю, покупаю, а вот вышивать еще не вышиваю. Перед вами балеринки, две девочки. Это, наверное, самый первый набор, который купила Dimensions на сайте 1, 2, 3 стичком. Тоже, как только начала вышивать, и все для меня было в новинку. Увидела отшив. Здесь такие пачки, все светится, все переливается. И я, сломя голову, конечно, побежала его покупать. Но вот лежит, представляете, уже столько лет. И в своей очереди пока не дождался. Хотя о нем вспоминаю периодически и хочется сделать старт. Но вот у меня так случается, что у меня всегда много процессов. Размер работы будет 27 на 35 сантиметров. С обратной стороны у нас вот так. Здесь тоже и до 18 каунта. Вот такие яркие нитки. Внутри тоже много ниточек. Все это, я думаю, видно, он плотный набор. Наборы очень плотные. Буду вот так как-то складывать их друг на дружке. Здесь рядом. Идем дальше. Вот еще одна красавица. Я о ней мечтала. Надо их убирать. Они большие. Еще и вот эта красавица. Я о ней долго мечтала. Как-то не могла решиться. Но они все дорогие. Вы знаете, эти наборы. И каждый набор купить. Это нужно думать, сосредотачиваться. Мне не получается находить какие-то хорошие вещи. Выгодные цены. Потому что в моем доступе есть в основном 123 стич. Какие-то российские сайты. Но в России сейчас они дороже. В общем, всегда покупка этих наборов это большое событие. Вот такая красавица. В отшибе смотрится просто великолепно. Как картина. Мне очень нравится и вот этот приглушенный шоколадный фон. И букет цветов. И юбка у нее красивая. Конечно, шикарная работа. Размер работы будет 27 на 38 сантиметров. С обратной стороны вот такая шоколадная основа. Обожаю эту основу. У Dimensions 18 каунт. Ниточки, как образцы, вы видите. Конечно же, все остальное спрятано внутри. Вот такой еще набор. Есть у меня еще вот такой красивый набор. Это восточное, забыла как называется, украшение. Красота Востока. Две прекрасные гейши, наверное, представительницы искусства. Мне нравится то, что здесь красиво показано и спереди наряд. И вот сзади стоит девушка. У нее завязан бант. И мы видим, как сзади смотрится кимоно. Очень красивая картина. Получается много здесь деталей. Интересные детали, украшения, композиция красивая. Видела, конечно же, в отшиве на равномерной основе. И у нас девочки вышивали на YouTube. Шикарно смотрится. По-моему, уже сняли с производства этот набор. Но еще можно его найти. И размер работы будет 28 на 43 сантиметра. С обратной стороны вот так. 18 каунт. Бежевая основа. И вот такие очень яркие, шикарные цвета ниток. Ждет меня этот набор. Ждет. Все, девчонок достаю. А нет, вот уже попались с ней девчонки. Это пикник. Всем известный пикник. Великолепно тоже, конечно, в отшиве. Был перевыпуск несколько лет назад. Я не впечатлилась этим дизайном. И не покупала в перевыпуск. Но потом в какой-то момент, знаете, часто такое бывает. Переосмысливаешь дизайн и понимаешь их по-другому. И он становится очень сильно нужным. И я стала искать. А уже его сложно найти. Остатки из перевыпуска до продают. Но мне повезло. Я его нашла. Купила. Хотела сразу вышивать. Но пока он ко мне дошел. Ко мне же все посылки идут очень долго. Пока он ко мне дошел. Я уже переключилась на что-то другое. Сменился сезон, наверное. И все. Пикник мой ушел в запасы. Но я не расстраиваюсь. То, что я его не начала. Главное, что он у меня есть. Вот что самое главное. Размер работы будет 34 на 35,5 см. С обратной стороны у нас вот так. Аида тоже 18 каунта. Яркие нитки. Я очень люблю зеленые оттенки. Здесь их большое разнообразие. Ну и, конечно же, другие цвета также присутствуют. Интересная работа. Детали, люди, цветы. Замок есть. Мост есть. Лодка. Повозка. В общем, очень такой насыщенный и интересный дизайн. Шикарный. Вот. Это тоже с сайта 123Stitch. Там нужно ловить. Бывают, выкладывают тоже какие-то остатки. И был такой момент, когда я там на этом сайте засиживалась, высматривала и накупила много интересных наборов, которые, в принципе, сняты с производства. Но мне они достались по хорошей цене, потому что были в единичном варианте. Может, какие-то остатки распродавали. Вот. Купила и этот набор. Тоже помню, по очень хорошей цене. Такая счастливая была. Это у нас улица воспоминаний. Размер работы будет 43,1 на 27,9 сантиметров. В отшиве, конечно, это что-то невероятно великолепный дизайн. Шикарный. Я вот, знаете, ну, хотела бы его начать в следующем году, потому что о нем давно мечтаю. И он у меня есть. И я такая рада, что я его приобрела. Посмотрите, какие здесь нитки. Здесь, во-первых, основа давгрей 16-го каунта. Нитки очень-очень яркие. И фиолетовые, все оттенки сиреневых, фиолетовых. И розовые, и зеленые, и темно-зеленые. Ну, прекрасный, прекрасный набор. И я видела, конечно же, отшив. Это прекрасный, великолепный отшив получается. Это набор, дизайн, выполненный в круге. Очень люблю дизайн в круге. Мамина радость. Тоже известный дизайн. Красивые здесь оттенки. Цветовая гамма, нежная. Размер работы у нас должен быть 34 сантиметра в диаметре. Правильно. И с обратной стороны у нас белая аида 18-го каунта. Ниточки вот такие спокойные. Ярких цветов мало, но много оттенков зеленого. Я очень люблю зеленый цвет. Ну и, конечно же, дизайн вот такой вот тоже нежный, красивый. Здесь много полукреста. Должен вышиваться легко. Вот, казалось бы, возьми, да и выши. Где найти время на все любимые дизайны. Еще один дизайн. Шикарный, великолепный. И, конечно же, известный. Он завоевал немало сердец. Прекрасная балерина. Размер работы 36 на 36 сантиметров. Квадрат. Этот набор я приобрела тоже на сайте 123стич. Он был вскрытый. Даже на аиде в центре был след от пялец. Такой, знаете, круг как бы кто-то запялил. И потом все это вернул. Но я купила по хорошей цене. И, в принципе, ничего страшного. Там ничего не было вышито. Нитки я сильно не проверяла. Если что-то не хватает, ну ладно, тоже найдем какое-то решение. Главное, что у меня есть оригинальный набор. Я этому безмерно рада. Вот здесь у нас аида 16-го, по-моему, каунта. Нет, 18-й каунт. Белый цвет. Ниточки вот на лице вот так. Ну, остальное все внутри, потому что набор-то был скрытый. И странно, почему белого цвета. Ну, наверное, потому что, чтобы не просвечивала пачка. Фон зашивается там в 4, в 5, в 6 сложений ниток. Как раньше было сейчас, не знаю, во сколько сложений. Ну, вот такая красавица имеется. Очень сильно бликует. Мне это не нравится. Что бликует камера. Как настроить свет, прям даже не знаю. Может быть, вот так вот будем ловить. Будем ловить ракурс. Все отражает. Так, это у нас знаменитый леопард в засаде. Не встречала этот набор. Увидела в запасах у одной из блогеров. Одной девочки из блогеров. И поняла, что мне нужен тоже очень сильно этот леопард. Здесь шикарный фон. Вышивается полукрестом. Красивая кошка. Цвета такие приятные. Мне очень нравятся эти оттенки. И, честно вам скажу, я бы с огромным удовольствием приступила к вышивке. Я бы с огромным удовольствием приступила к вышивке. Можно каждому набору, конечно, говорить. Но вот, правда, я каждый набор беру в свои руки. Вспоминаю, как я его искала. Как я его покупала. И, конечно, мне хочется все сразу открыть, начать и вышивать. Это сложное видео. Этот набор я открывала. Я здесь брала одну ниточку. Я, когда вышивала берчпоинт, мне не хватало одной вот именно ниточки, пасмочки. Я отсюда ее утащила. Так все здесь на месте. Вкусная, приятная аида кофейного цвета. 14-й здесь каунт. Вот так. Ну, нитки, конечно, у меня тут разохмачены. Ну, что делать? Вот так вот получилось. Из свеженьких приобретений это «Зимняя тишина». Тоже известный дизайн. Долго на него смотрела, как девочки вышивают. Конечно, много снега. Вышивать, наверное, не так-то просто. Потому что я сейчас вышиваю зимние радости. И там тоже все в таких оттенках снег-снег. Но зато получается шикарно. Такие дизайны нужны. Нужно себя, конечно, преодолеть. И пусть они вышиваются долго. Но когда будет готова работа, это шедевр не меньше. Не меньше. Несмотря на то, что здесь зима. Работа от дизайна веет уютом, теплом, каким-то умиротворением, спокойствием. Красота. Красота. С обратной стороны вот так. У нас здесь Аида Довгрей 16-го каунта. Ниточек мы видим снаружи немного. Оттенки такие спокойные, разные цвета. Но внутри очень-очень много ниток. Вот можно видеть по объему набора. Как здесь все плотненько. Там много-много ниточек. Следующий. Моя любовь. Моя давняя мечта. Я действительно о нем так долго мечтала. И вот как-то не попадался он мне. Не решалось с другой стороны. Знаете, все затратно. Это сумеречный мост. Яркая, очень красивая картина получается. Все в цветах. Но это вот для нас, девочек, уютный, красивый такой кукольный домик. Все в цветах. Вот тебе, пожалуйста, мостик и речка. Плавают лебеди. Уют и красота. И с обратной стороны у нас красивая лимонная Аида 18 каунта. Ниточки яркие. Всевозможные цвета. Вот три планшетки. Много оттенков. Ну и, конечно же, большой запас ниток прямо внутри набора. Следующий. Следующий. Тоже я о нем мечтала. Любовалась. Смотрела. И очень рада, что решилась на эту покупку. Тоже это покупала на 1, 2, 3 стич. По хорошей цене. Увидела. И у меня там была прям массовая такая оптовая закупка. Много купила. Ну, попала вот на хорошую цену. Размер работы будет 38 на 30 сантиметров. Здесь у нас деревня на озере. Девочки находили это место. Где это находится, я уже не помню. Ну, есть в реальности такой пейзаж. Красивые цветные розово-оранжевые дома. Лодочки. Горы. Зелень похожа на нашу греческую. Но это и в Италии тоже такая зелень. Когда вот обычные деревья и торчат вот эти вот свечки кипарисы. Цветы цветут. Очень люблю такую красоту. И здесь у нас, да, при 16-го каунта. Посмотрите, какие яркие нитки. Всевозможных цветов. Какой голубой насыщенный. Желтый. Тут зеленый. Очень интересная и яркая работа. Девочки вышивали. Отшив мы видели. Восхищаемся. Дальше. Ну, конечно же, продолжение зимней истории. Я же уже вышиваю. Зимние радости мне нужны были и сладкие воспоминания. Тоже яркая, красивая зима. Праздник, домики, повозки, лошадки, дети, собачки, кошки. Все-все-все. То, что нужно для счастья. Хорошая компания. И много, наверное, сладостей. Они вот здесь покупают в магазине. Ну, для счастья нужна хорошая компания. Самое главное. Вот. С обратной стороны у нас Аида, Дау, Грей, 16-го каунта. Ниточки здесь тоже такие яркие. Ну, открытый набор, он мне такой пришел. Его, наверное, открывали. Я туда не заглядывала. Такие лохматые ниточки. Ну, ладно. Я говорю, что я покупала какие-то, наверное, остатки. Приходили наборы там практически по... Когда я покупала, они сразу уходили с сайта. Там по одному, по два они были представлены. Вот этот набор уже снят с производства. Floral Retreat. Не помню, как переводится. Покупала недорого. Покупала уже очень давно. Купила потому, что недорого. Отшивов мало, но прекрасно он в отшиве. Вышивается легко, много полукреста. Ну, вот. Было такое вдохновение. Он мне попался. Я думаю, надо брать, пока есть такая возможность. Размер работает 28 на 38 сантиметров. С обратной стороны у нас саида 14-го каунта. И вот такие сочные, разнообразные нитки. Красивые. Так. Продолжаем. Новинка. По-моему, прошлого года. Как только вышел этот набор, я сразу побежала его покупать. Я редко покупаю новинки, но этот дизайн обязательно мне захотелось купить. Вышивала его Светлана у нас Горелкина. Еще девочки вышивают. И великолепная разработка. В последнее время у Dimensions новинки нас не радуют. А это была такая, которая вот именно напомнила о фирме Dimensions. О старой фирме Dimensions. И вот девочки тоже очень хорошо закупились и вышивают. Здесь у нас Аида, да, в гре 16-го каунта. Размер я вам не сказала. Где у нас написан размер? С минуточку. А, 38 на 25,4 размер работы. Вот такой шикарный зимний пейзаж. Единственное, здесь странного цвета вот эта речка. Почему она такая желтая, багровая? Понятно, что там закат, отсвечивает, но не настолько же сильно вот такие блики. Может быть и есть так в природе. Я вот никогда не встречала такого эффекта, чтобы вода была прям красной. Такое ощущение, что там взрыв на атомной станции. И все вот как в Чернобыле осветилось красивыми яркими красками. Но будем надеяться, что это какой-то естественный эффект. Мы его просто не разгадали. Загадку дизайнера. Люблю зимние дизайны. Вообще зиму не очень люблю. Не люблю мерзнуть. Поэтому мне здесь в Греции так уютно и хорошо. И не хочется мне в зиму. Но вот на одинечек, на два, конечно, это очень интересно, колоритно. Но зиму не хочу на самом деле. А вот вышивать зиму люблю. Мне нравится вот этот эффект. Особенно вот здесь посмотреть, какая классная разработка. Как хорошо передан снег. И вот можно сравнить вот здесь. Он такой вот синий снег, такой рябой. Ну, здесь как бы вечер, можно сказать. Но тем не менее, не очень здесь качественно разработан снег. А вот здесь это живая просто картина. И можно даже услышать звуки хруста этого снега. Как передвигаются олени. Как потрескивают какие-то веточки. Вот этот мороз. Очень красивый дизайн. Надеюсь, что в ближайшую пятилетку я к нему доберусь. И обязательно вышлю этих оленей. Осенние мне не понравились. А зимние это, конечно, шедевральная разработка. Молодцы, молодцы дизайнеры. Размер работы будет 45 на 25 сантиметров. Здесь у нас аида 18-го каунта. Ниточки вот такие спокойные. Я знаю, что там много незашитых участков. Но тем не менее, большой кусок аиды. И не так там много. Так, первая коробка потихоньку подходит к завершению. К завершению мы ее досматриваем. И вот еще один, который из первых моих приобретений. Тоже, когда пришла на YouTube. Этот дизайн вышивала Марина Маринина. И мы все заболели. Все побежали покупать срочно северное сияние. Вышивать. И я тоже купила. Но тогда началась такая массовка по отшиву. Что у меня настроение как бы переключилось. Не хотелось тоже его вышивать. Но время уже прошло. И я надеюсь в следующем году его вышить. Здесь такие елки. Здесь такое небо. Ну, нахваливать, рассказывать, в общем-то, не нужно. Мы все знаем, как выглядит этот дизайн в отшиве. У многих он есть. И я тоже хочу, чтобы он у меня вышился. Мне тоже нужны эти елки. Это красивое северное сияние. И буду я любоваться на зиму с моих картин. Размер работы 40 на 30 сантиметров. Так кругленько у них получилось без миллиметров. А и до 16-го каунта до вгрейва вот такие яркие нитки. Там тоже внутри всякие разные. Но здесь вот из ярких синие мы видим. Больше ярких, в общем-то, и нет. Но остальное все внутри. Они тут потихоньку вылазят. Видите? Вот так вот из уголочков пробиваются. Ростки хочет вышиваться, наверное. И завершающий с этой коробки набор вот так. Покупала с рук. Девушка выложила фотографию нового набора. И я покупала как новый набор. Но мне пришло вот так. В обрезанной... С обрезанной обложкой. Содержимое вроде бы там есть все. Ну, вот девушка посчитала, что это так нормально. И это у нас гейша. Каждый набор буду нахваливать. Шикарная, великолепная, яркая, интересная. В подарок мне положила девушка остатки от японки. Японка мне нравится намного больше, честно вам скажу. Но рада, что как бы есть и вот этот набор. Хотя цена была, не могу сказать, что прям такая хорошая. Как за новый набор деньги взяли. А пришел открытый вот с обрезанной обложкой. Хотелось бы когда-нибудь заполучить японку. Хотя есть у меня образцы ниток. Я нормально отношусь к подборам. Прекрасно тоже смогу подобрать, скомпоновать. И тоже вышить. Размер этой красавицы 30 на 30. А эта 30 на 30. То есть они все одинаковые. Здесь все. Дименшинс постарались, не ошибились. 30 на 30 сантиметров. Две красавицы будут, наверное, вот так. У меня, видите, много женщин, оказывается, в моих наборах, зипасах. Но ни одной не вышито. Нет, вышито у меня одна на самом деле. Но не Дименшинс. А вообще с девчонок ничего мне не вышито. Нужно будет все это не наверстывать. Здесь гейша. У нас был старый американец. Поэтому нитки в таком пучке. Но я не буду доставать нитки, схему. Это не нужно. Просто я показала вам, что они у меня есть. Но, к сожалению, вот в таком вот виде. Ладно, это не критично. Мы это переживем. Так что у меня не заходит. Пришла вторая коробка. Давайте смотреть, что в ней находится. Начну с Gold Collection. У меня немного наборов Gold Collection. Дименшинс. Всего две коробки у меня образовалось. Давайте их посмотрим. Маленькие котята. Прекрасная разработка. Очень нежная. Сюжет трогательный. Мне нравится. Пусть он немножко детский. Но я люблю вышивать детские дизайны. Пусть даже для себя. Себя буду радовать. И размер работы 45,7 на 22,8 см. Вот. С обратной стороны у нас Аида 18 каунта. Такого сливочного цвета. И вот такие нитки. Конечно, внутри много ниточек. Ну и здесь мы видим, есть коричневые, серенькие, зелененькие. Всякие цвета присутствуют. Хорошая палитра. Интересный дизайн. С удовольствием буду его вышивать. Мужу, кстати, он тоже очень понравился. А этот дизайн. Один из первых, который я увидела у Дименшинс. Долго о нем мечтала. В какой-то момент что-то их сняли с производства. Потом вернули. Сейчас не знаю их историю. Встречаются. Можно найти. Все можно найти. Это синички на сирене. Великолепная тоже разработка. Здесь такая сирене пушистая. Синицы. Вроде бы как и не синицы. Они здесь какого-то другого вида. Но вот вроде бы синицы как переводятся. Размер работы 34 на 46 сантиметров. Здесь у нас Аида 14 каунта. Тоже такой сливочный цвет. Цвета соответствующие картинке. Сиреневые, фиолетовые, зеленые. Но очень много оттенков. Классный набор. Шикарный. Так. Вот такой у меня еще есть дизайн. Тоже это из перевыпуска. Почтальон. Когда вышел этот перевыпуск. Я посмотрела. Мне он абсолютно. Как бы знаете. Холодно-холодно. Никаких эмоций. Вышел себе. Вышел. Не обращала внимания на этот дизайн. Но в какой-то момент. В прошлом году. Мне почему-то вот именно этот дизайн. Стал ассоциироваться с нашим летом. С жарой. И мне захотелось его вышивать. И я вдруг его полюбила неожиданно. Я почему-то не видела, не смотрела отшива. Просто неожиданно о нем вспомнила. Его полюбила. Побежала его покупать. Как всегда ко мне все очень долго идет. И в результате наборы отправляются в коробку. Размер этого дизайна 38,1х27,9 см. С обратной стороны у нас аида 14-го каунта. Сливочного такого цвета. Две планшетки. Цвета всевозможные. Палитра зеленых, розовых, красных, сиреневых. В общем все-все-все. Все здесь будет шикарно и хорошо. Этот дизайн вышивает. Он великолепный. Вот еще один. Очень интересный дизайн. Покупала на 1,2,3 стич. По какой-то вообще смешной цене. Он там был по распродаже. Видно никого он не заинтересовал. И его отдавали ну что-то там по 10 долларов. Какая-то такая цена была. Знаете, и мне он был не нужен. Я на него так посмотрела. Думаю, не моя тема. Здесь американская песенка о 12 днях Рождества. Ну я так подумала. Ну нитки Dimensions, основа за 10 долларов. Думаю, можно взять и взяла. Полежал он, полежал. А сейчас я уже к нему присмотрелась. Он же будет очень интересно вышиваться. Каждый элемент. Пусть я не знаю эту песенку, но не важно. Здесь красивые вот курочки, птички. Пожалуйста, вам и кардинальчики, и гуси, и курочка, и горлица. Это интересный дизайн, и я решила его вышить. Хотела в прошлом году начать, но как-то не случилось. Но буду вышивать его. Мне очень он понравился. Размер работы 35,5 на 27,9 сантиметров. Здесь у нас Аида 14-го каунта. Вот такого бежевого цвета. Ниточки, видите, такие яркие, зеленые. Мне прям очень нравится этот цвет. 16-0-21. Ну и есть и коричневые, и такие спокойные бежевые, которые идут на фон. Здесь в фоне много разных элементов вышиваются. Вот ноты, какая-то там печать. Еще что-то в фоне. Тоже какие-то как бы как ноты вышиваются. Ну, такой интересный дизайн. Дальше. Дальше, дальше. Очень известный дизайн. Рождественская деревенька, по-моему. Не рождественская, как на холидей. Ну, наверное, рождественская деревенька. Так ее переводят. Большой дизайн. 46 на 34 сантиметров. Тоже долго я к нему шла. Не вызывала у меня никаких эмоций до того момента, как увидела в отшиве. Особенно, когда смотришь на оформленную работу, понимаешь, что мне тоже надо. Здесь красивое небо. Я представляю, как это картину, исходник. Вот эти вот мазки такие, знаете, немножко грубоватые и очень контрастные, которые создают эффект такого необычного неба. Елочка с пайетками будет светиться. Праздничный дизайн. Очень-очень красивая картинка. И у нас здесь Аида 16 каунта. Довгрей. Посмотрите, две планшетки. Сколько цветов и ниточек. Все здесь такое буйство, как будто будет вышиваться цветочная поляна. И, конечно же, вот эти вот пайетки. В пайетке такое дело. Вот дальше. Вот такой у меня есть еще дизайн. Котята. Четыре сезонного котят. Я люблю такие всякие какие-то сезоны. А здесь с котятками тоже симпатично. Размер работы будет 38 на 33 сантиметра. Этот дизайн я порывалась начать тоже в прошлом году в ВСП. Мои любимые коты. Но не случилось. Много-много работ. Не потянула я еще один. Не стала открывать, потому что он бы валялся вместе с другими моими начальными процессами. Я решила ставить на потом. Но вышивать обязательно буду. И, знаете, не буду менять основу. Буду вышивать вот именно на Аиде. Мне, в принципе, нравится. Отчего. Здесь у нас Аида 18 каунта. Белый цвет. Ниток тоже много. Всевозможных цветов. Яркие, красивые ниточки. И вот такие вот будут дизайны. Очень-очень красивые. Вот такой у меня еще есть наборчик. Это наклейка сайта 123Stitch. Может быть, это у них возврат был. Потому что я много покупала там наборов. Вот когда покупала партию, какие-то открыты были, какие-то с такими наклейками. Я уже рассказывала эту историю. Это у нас Winter Retreat. Не знаю, как это. Зимнее собрание. Не знаю, как переводится правильно. Очень мне нравится этот дизайн. Просто я в восторге от разработки. Мне нравятся утки на первом плане. Крупненькие. Хорошо их видно. Снежок. Вот это замерзшее озеро. Нравится фон, как разработаны. Вот эти деревья. Как тени. Они тут одним цветом вышиваются. Может быть, здесь 2-3 цвета. И вот это бежевое такое. Небо угрюмое. Знаете, когда вот собирается снег идти много. И оно такое становится темное, угрюмое. И мы видим, вдалеке еще прилетают утки. Вот у них перелет. Очень мне это все нравится. Есть еще несколько дизайнов у Dimensions, которые подходят к этому дизайну. Мне бы тоже их хотелось приобрести. Но не знаю. Все так дорого. Сейчас смотришь на этот Dimensions. И как-то не хочется их покупать по такой цене. А на сайте 1, 2, 3, Stitch там сейчас очень мало осталось наборов. Но выбор маленький. Нужно ловить момент. Ну и тоже это нужно, конечно, делать какую-то закупку. Нужно откладывать как-то средства. В общем, посмотрим. Вот такой вот еще наборчик у меня поймался на 1, 2, 3, Stitch. Тоже он был в одном единственном экземпляре. Это Козиков. По-моему, он снят с производства. По Чарльзу Высоцке. Обожаю его разработки. Обожаю вот этот стиль и примитивизм. Он такой, не знаю, немножко смешной, наверное, этот стиль. Но он очень уютный. Кстати, моему мужу тоже очень нравится этот стиль. Я у него спрашиваю, какие твои самые любимые работы из моих вышивок. У него Мэгги рукодельница и Макс Роболок. Представляете? Он, если куда-то идет и хочет показать мои работы, берет эти две картины и несет их. Вот ему нравится. Мне тоже нравится. Они богатые мелкими разными деталями. Можно рассматривать, изучать эти работы. И вот продолжение Чарльза. Стиль узнаваемый. Очень здесь все тоже интересно. Домики, люди, остановки. Если почитать тут надписи, тоже интересный. Там рыбный магазин. Вот тут тоже замороженную рыбу привезли. Женщины стоят на остановке. Может быть, ждут эту замороженную рыбу. А может быть, она едет в какой-то из этих магазинчиков. В общем, здесь такая интересная история. Нравится. Нравится, нравится. С обратной стороны, что у нас? Вот так. Аида 18 каунта сливочного цвета. И вот такие ярчайшие нитки. Много зеленых. И там разнообразные тоже цвета вдобавок. Все. Вот коллекция закончилась. Начинается простая коллекция. У меня их немного, но я их тоже все люблю. Мою простую коллекцию. Этот наборчик я выиграла у Аллы Белочки. Было очень неожиданно и очень приятно. Какой-то розыгрыш Алла устраивала. Алла часто устраивает розыгрыш. И вот там выиграла. Размер работы 35,5х27,9 см. Вот такой веночек нужно вышить на равномерке и сделать подушку. Будет просто шикарное украшение в летний сезон. Много бабочек, цветы. Несложный дизайн. Неполная зашивка. Поэтому быстро будет вышиваться. С обратной стороны вот так. Аида 14 каунта. Две планшетки. Яркие нитки. Шикарный набор. Будет вышиваться. Еще один подарок от Ольги. Она раньше вела канал на YouTube. Но потом закрыла. Перестала снимать видео. Ушла с YouTube. Но у нас был момент. Мы успели обменяться подарками, посылками. И она мне прислала вот такого котика. Фредерик Литератор. И я, вы представляете, до сих пор еще не вышла. Прям стыдно. Надо его отложить, взять и начать вышить его. Мне очень нравится этот дизайн. Его, конечно, вышивали уже миллион раз. Но у меня его дома нет. И мне он тоже нужен. Люблю этого кота. Тоже Чарльз Высоцкий. Вот такой вот котик в книжках. Мы любим книжки. Особенно муж. У него есть тоже вот такие тома. Но не этого автора, не этих авторов. А вот тоже такие тома по его работе. Красные есть, зеленые есть. Они тоже такие массивные. Так стоят. Нужно ему вышить этого кота. Размер работы 30 на 28 сантиметров. Черная аида. И вот такие вот красивые ниточки. Нужно прямо вот его отложить и взяться все-таки. Собраться с телами, взяться и вышить Макса. Кто не Макса говорю? А Фредерика. Есть у меня вот такой наборчик. Это напечатанный с напечатанным фоном. Я вышивала одну работу с напечатанным фоном. И мне очень понравилось. Эту работу я тоже вышью. Мне здесь нравится сам фон. Мятный такой цвет. Ну, птичек я люблю. Это моя история. Мне очень нравится. И смотрятся такие работы очень-очень достойно. Размер работы 20 на 41 сантиметр. С обратной стороны у нас вот такая основа муслин. И на нем напечатаны крестики. Вот так, видите. По этим крестикам нужно вышивать. Ничего страшного. Все вышивается нормально. Прикольно получается. И смотрится очень ровненько. Получается полотно ровнее, чем на аиде. Не знаю, как вам объяснить. Но более гладко, что ли. Как-то так. Нитки здесь шикарные. Зеленые оттенки. И очень тоже хочется добраться до этого наборчика. И вышить этих красивых птиц. Есть у меня и вот такая птичка. Павлин. Очень люблю павлинов. Долго смотрела на этот дизайн. И все-таки соблазнилась. Потому что здесь такие красивые оттенки. Очень красивый павлин. Цвета здесь шикарные. Я представлю, как это будет вышиваться этими нитками. Просто цветотерапия. Ветка магнолия. Классно. Классно. Размер работы 22,8 на 38,1 см. Мой павлинчик вышивается на иди 14-го каунта. Вот такого бежевого цвета. Ну и вот они, эти ярчайшие нитки. Когда-нибудь тоже я его вышью, доберусь. Вот такая вот синица на жердочке у меня есть. Увидела у кого-то отшив. И сразу поняла, что мне тоже нужно. Вроде бы не голд коллекция. Это простая коллекция, но в отшиве как красиво смотрится. Нежно этот шиповник. Ой, ну это, конечно, не передать словами. Нужно видеть именно отшив. Тогда вы все поймете. Размер работы 20 на 35 см. С обратной стороны. Посмотрите, какие нитки. Вы видите, какой здесь праздник. А на черной основе шикарно. Это Аида 14-го каунта. На 14-м каунте черного цвета можно вышивать. Мельчь уже, конечно, сложно. Ну вот, есть и вышьется обязательно. Есть и вот такой набор. Это у нас поцелуй ангела. Размер работы 30 на 30 см. Покупала просто, потому что он был по хорошей цене. Как довесок. Ну, на расходник, именно на нитки. Я, скорее всего, вышивать не буду ангелочков. А вот на нитке его, может быть, пущу. А может быть, он еще полежит. И, может быть, я его и захочу вышивать. Ну, вообще, как бы ангелы, это не совсем моя тема. Поэтому он у меня просто лежит. Пусть будет. Может быть, я его разыграю или там еще что-то. Вот такой у меня есть еще набор. Это носочек. Никогда не вышивала носки. Вообще наборов таких нет. А увидела этого Санта. Он мне так понравился. И я подумала, ну, нужно вышить один носочек. Он же красивый. 46 см в высоту. Красивый, шикарный. Но здесь нужно менять основу на линду. Я видела вышивку на линде намного лучше. Хотя можно и на аиде вышить. Белая аида 14-го аккаунта. Вот такие шикарные нитки. Достался мне тоже не задорого. Покупала на сайте 123. Хорошая была цена. Почему бы не взять. Вот такой у меня есть набор. Редко его покупают. Он не пользуется спросом. Не знаю, как приводится. Что-то здесь. Какое-то спокойствие. В общем, размер работы 33 на 25 см. В сепи, в оттенках таких, да, коричневых и черных. Здесь мы видим два рыбака сидят на рассвете. Рыбачат. Вот еще рыбацкие лодки. Покупала просто потому, что была хорошая цена. И взяла его в довесок. Думаю, пусть будет там. Настроение меняется. Потом захочется его вышить. Видела в оформленном варианте. Очень красиво. И вот сейчас он мне действительно очень нужен. Я хочу его вышить в подарок. Одному нашему другу, профессиональному рыбаку. Ему, я думаю, как раз будет то, что нужно. Здесь аида 14-го аккаунта кофейного цвета. Ниточки немного спокойные. Ну вот, надо попробовать и вышить такой наборчик. Я еще ни разу не вышивала в сепи. Дальше. Есть вот такой вот набор. Тоже покупала, потому что была хорошая цена. Пока еще настроение вышивать этот дизайн не пришло. Но все может поменяться. Здесь красивый летний дизайн в стиле отпуск на море. Все есть. Мы видим, вот вам, пожалуйста, кафе. Вот вам лодочки. Вот там маяк. Здесь, в общем, все то, что нам нужно. Чайки. Весь колорит. Ну, как-то он пока меня не трогает, чтобы его начать вышивать. Ну, пусть лежит. Размера будет 36 на 25 сантиметров с обратной стороны. Аида 14-го аккаунта. Ну, такие красивые, хорошие ниточки. Дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. Тоже недавняя покупка. Увидела перевыпуск и сразу загорелась. Думаю, получу. Сразу буду вышивать. Зима была. Здесь такие разные домики. Стиль примитивизм. Тоже, как у Чарльза Высоцкого. Но это не Чарльза Высоцкий. Хотя по стилю очень похож. Но так долго шла посылка, что зима закончилась. И набор ушел в коробку. Может быть, этой зимой к нему вернусь. Не знаю. Но мне очень нравится эта панелька. Она вот так вот здесь представлена. Как она будет смотреться в оформленном виде. Красивая. Такая стильная картина. Спокойная. Мне надо. Размер работы 45,7 на 14,6 сантиметров. С обратной стороны у нас Аида 18-го аккаунта. И вот такие вот спокойные ниточки. Коричневые, кирпичные, черные. Такие вот серенькие, голубенькие. Вот. Ну, шикарная разработка. Мне нравится. Есть у меня еще вот такая красавица. Всем известная. Как переводится, забыла. Видела в отшиве эту девушку. Но невозможно было ее не купить. Вот смотришь в наборе картинку. Особенно смотришь, когда на сайтах. Ничего привлекательного. Лицо такое пятнистое. Да. Вот эти вот. У Dimensions плохая. Ну, чувствуется, что у них не хватает в палитре оттенков. И у них плохая разработка лиц. Они получаются пятнистые такие, красные, черные какие-то пятна. Но в целом сам сюжет воспринимается достаточно очень хорошо, гармонично. Нет каких-то диссонансов. А вот если присматриваться, то тоже видишь все эти недостатки. Видно, что не хватает все-таки палитры цветов. Сам сюжет в целом смотрится классно. Интересно разработана кофточка. Здесь лейзи-дейзи. Пуговки пришиваются. Ромашки. Очень нежная девушка. На синем фоне смотрится великолепно. Мне она тоже оказалась нужна. И вот Аида. Здесь синего цвета 14-го каунта. Вот такие вот ниточки. Очень спокойные. Такая палитра не кричащая. Тоже лежит. Видите, у меня много девчонок. И почему-то ничего не вышивается. Как-то надо справляться. Вот такая у меня есть девочка. Я тоже давно порывалась ее начать вышивать. Мне здесь нравится тоже и Аида желтенького цвета. И вот эти вот все цветовые переходы. Все нравится. Ну, видите, тело, кожа не очень хорошо разработана. Но в целом воспринимается нормально. Мы уже привыкли. Дименшинс мы полюбили. И привыкли к этим недочетам. Размер работы 27 на 27 сантиметров. Квадрат. Единственное, что когда я буду вышивать, я не буду вышивать крылья. Вот так. У меня будет просто девчонка в саду. Зачем мне эти крылья? А здесь я продублирую какую-нибудь веточку цветов. Вот что-то здесь выше. Какой-то цветочек. Вот такая у меня будет хорошая девчонка. Я этот набор открывала. Уже там все смотрела. Аида 14-го каунта. Это лимонного цвета. И вот такие яркие, очумелые цвета. И последний набор из этой коробки. Вот такая лошадка. Шикарная. Я люблю лошадок. Как переводится? Не знаю. Размер работает 28 на 36. Это у нас гобелен. Вышивается на гобеленовой сетке. Когда покупала, не знала, что там гобелен. Соблазнилась на хорошую цену. Думаю, ничего себе. 10 долларов нужно брать. Там гобеленовая сетка. Но не страшно. Мы справимся с гобеленовой сеткой. Все можно вышить. Красивая лошадка. Я, кстати, видела отшив. Все очень симпатично. Гармонично. Открывала этот набор. Уже смотрела. Поэтому здесь у меня вот так запечатано. Уже немножко неправильно. Сверху у меня инструкция. Нитки и гобеленовую сетку мы не увидим. Ну, не важно. Главное, что есть картинка. Так. Мы посмотрели с вами две коробки. Я сейчас принесу дизайн и дименшинс, но в сворке клубок желаний. Потому что смотрим как бы дименшинс. И это видео мы совершим. Так. Надо поторопиться, потому что у меня уже садится батарея. У меня. Моя камера старенькая. Быстро садится. Разряжается батарея. Есть у меня небольшая коллекция дизайнов дименшинс. Но в сборке от магазина клубок желаний. Я вышивала уже работы от этого магазина. И мне нравится результат. В общем, и комплектация нравится, и результат я довольна. Поэтому там есть такие интересные акции. Один покупаешь, один в подарок. На день рождения. Там много разных акций нужно ловить. И можно очень выгодно покупать наборы. Вот. У меня появился романтический букет. Это снятый с производства уже дизайн. И я решила купить у девочек сборку. Размер работы 41 на 33 сантиметра. Большая работа. Такая зашивка плотная. Вышивается на аиде 14 каунта. Бежевого цвета. И вот так вот очень много здесь ниточек ярких. Видите, какие сочные красивые нитки. Вот. Дальше есть у меня вот такой набор. Тоже снят с производства. Но его еще можно найти, но дорого. Поэтому я купила у девочек по какой-то акции 1 плюс 1. Получилось очень выгодно. Получилось очень выгодно. В отшиве видела неоднократно. Очень эффектный дизайн. Ну, картинка здесь некачественная. А дизайн получается шикарный. Размер работы 41 на 30 сантиметров. С обратной стороны вот так. Аида 14 каунта белого цвета. И вот такая палитра шикарная. Девочки комплектуют ниточки здесь из трех палитр. ДМС, гамма и модера, по-моему. Три палитры. Ну, вот такая вот у нас здесь красота. Когда-нибудь заберусь. Так, дальше есть у меня вот такой набор. Он идет в мою тему с индейцами. Я люблю индейцев. У меня есть небольшая коллекция от разных производителей. Надеюсь, я их когда-нибудь все выше. И у меня будет стена с индейцами. Вот так вот. Размер работы 36 на 25 сантиметров. Кстати, очень часто встречается именно вот этот пейзаж. Скорее всего, в Канаде где-то есть реально такое место, где жили индейцы. Потому что очень часто можно встретить вот этот изгиб реки. Вот этот берег с вигбамами. И вот эту гору. Прямо я вот много встречала у производителей, у разных производителей вот такую картинку. Скорее всего, что это что-то по-настоящему, какое-то настоящее место. В общем, мне нравится этот ранний снег. Шикарная разработка. Здесь у нас Аида 16 каунта в грей. И вот такие вот ниточки красивые. Шикарные. Дальше. Вот такой у меня еще есть индейец. Как-то я долго на него смотрела. Когда он еще был в оригинале. Но сердце мое не трогал. Думаю, тут какое-то красное небо, тут все вышивать неинтересно. И не покупала. Ушел он из продаж. Сняли с производства. И потом, спустя какое-то время, я поняла, что он же мне все-таки нужен. Как же мне без этого индейца. Как он красивый здесь. Со своим орлом, с пером. В общем, купила. Размер 30 на 36 сантиметров. С обратной стороны Аида 18 каунта кофейного цвета. И вот такие вот тут яркие нитки. Много красного, бордового, кирпичного, коричневого, бежевого. Много красивых ниток. Конечно, будет какой-то интересный дизайн. Все это красным вышивать. Ну что ж, вышли. Еще один индейец. Вот такой вот серьезный товарищ. Тоже какой-то шаман. Кстати, у Dimensions есть еще индейца, который я не купила. И вот нужно мне озадачиться. Купи там и девушка есть, шаманка и шаманы. Нужно мне собрать всех этих индейцев, потому что мне нравится. Индейская тема. Буду вышивать и собирать эти вышивки. Вот он тоже здесь с каким-то шаманом. Он тут что-то держит, свой головной убор с перьями. Что-то происходит. Осенний такой сюжет. Размер работает 25 на 36 сантиметров. У него такие ниточки. Вышивается на Аиде. Что-то у нас здесь, по-моему, 14-й каунт или 16-й сливочный цвет. Вот такие вот яркие ниточки. Так. Еще чуть-чуть. Конечно же, у меня есть Леонардо. Как же без него? Два основных кота вышиты. Макс и Мэгги. А Леонардо еще не пришел к ним в компанию. Он снят был с производства на тот момент. Сейчас его перевыпустили. Но я покупала у девочек. И буду вышивать этот набор. 36 на 30 сантиметров. Размер работы. С обратной стороны у нас Аида 18-го каунта. И вот такие вот цвета. Вот это, наверное, на кота. Коричневый, бежевый, черный. Такая вот палитра спокойная. А здесь кажется, что должны быть всякие яркие цвета. А вы видите, все-таки преимущественно кошачьи. Дальше есть у меня вот такой итальянский вид. По-моему, снят с производства этот дизайн. Старенький. Может быть, его будут перевыпускать или сделали перевыпуск. Но у меня от Клубка желаний. Мне очень нравится этот пейзаж. Вот эти итальянские домики, горы. Похожие на наш пейзаж. Но это Италия. Размер работы 41 на 25 сантиметров. Здесь у нас Аида 18-го каунта сливочного цвета. Красивые-красивые нитки. Много. И такая палитра разнообразная. Будет интересно вышивать. И заключительный в этой серии. Все успела доснять, чтобы батарея доработала. Элегантный гобелен. Шикарный дизайн. Размер работы 30 на 41 сантиметр. Его в оригинале найти сложно. Ну, можно найти вот у девочек. И обязательно буду его вышивать. Здесь птички. Ваза полная фруктов. Всего здесь много. Красивая разработка. И бордюр. Ну, просто вот сказка. Сказочная. И золотая ниточка металлизированная есть. И ниток вообще много. И палитра богатая. Классный-классный дизайн. Вышивается он на аиде 14-го аккаунта. Вот такого бежевого цвета. Я не буду менять основу. Буду вышивать то, что есть в наборе. Потому что здесь не зашитого мало. Вот только вот внутри чуть-чуть не зашитое. Поэтому не страшно. Вышьем на аиде. Все, девочки. Это все мои наборы. Регинальные и не регинальные фирмы Dimensions. Все вам быстро рассказала, показала. Покажу вам все остальные наборы разных производителей. И это будут все мои запасы. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok